всем привет значит ну все равно сидим в заперти соблюдаем карантин дисциплину ну а что делать надо поговорить слушаю разные передачи читаю и мне пишут многое и конечно меня просят чтобы я прокомментировал ту или другую передачу и вот мне несколько человек прислали чтобы я прокомментировал о чем говорила карина орлова в своем последнем выпуске пару дней тому назад но так как я с ней уже участвовал в одной передаче после которой она никогда не хочет больше со мной участвовать я думаю ну тоже неплохая такая схема она говорит что-то я потом попытаюсь откорректировать это или аргументировать что-то но я вот послушал эту последнюю передачу и конечно я бы не комментировал бы вообще ничего но потому что много блогеров которые несут какую-то чушь несут черт знает что но карина она как бы я даже не знаю кто она карина орлова она как бы журналист от эхо москвы которая комментирует о америке и непонятно она кредитованный журналист здесь или она кто-то говорит что она здесь прячется ее принять здесь как беженца или по политического политического беженца но в общем она здесь как бы и гость или не гость если она аккредитованный журналист конечно никаких претензий к ней нет она имеет моральное право критиковать президента и кого угодно и страну но если она здесь просят беженство и все время поливать грязью президента я считаю что это неприлично неприлично со стороны эхо москвы арки вай и всех этих русскоязычных сми как бы либеральных которые себя выдают за либеральных объективных которые вещают на огромное огромное миллионное количество людей которые слушают и я считаю что это неправильно но вот почему я решил прокомментировать потому что вот в каждое предложение которое я сказала в этом но не может профессиональный журналист не может человек который себя называет объективом так говорить но это абсолютно непрофессионально абсолютно фейково в вранью и еще говорить что там же еще на эхо москвы и на артивиай говорят что вот она просматривает американское сми и у меня тоже проблема была с екатериной катрикадзе тоже когда они что-то говорили грел откуда вы берете свою информацию из американских сми говорю например и например всегда было одно и то же cnn new york times и вашингтон пост вот только левацкий только абсолютно антитрамповский никогда никакого вы мне на эхо москвы господин веник диктов если можете покажите кого-нибудь в кого вы брали интервью кто бы говорил что-нибудь про трамповское что-нибудь про американское со стороны что трамп не такой плохой президент и вообще к нему надо иметь уважение его избрал американский народ вы все ваши гости или все кто с вами там пархоменко альбац я тоже не знаю они вообще-то приехали в америку как бы как профессора с визитом чтобы читать лекции в левых там каких-то университетах а сами ведут себя как журналисты они не аккредитованы или они зарегистрированы как же орлов они зарегистрированы как иностранные агенты и вот одного покажите которую наоборот не говорил то что они говорят а что-нибудь такое про трампское они себя ведут как будто в америке никто за трампа не проголосовал или это были нечестные выборы и вот ведут себя как будто это россия там проголосовала за него и не какие-то и все импичменты все эти доказательства все эти расследования они ничего не значат вот у нас есть карина орлова которая в америке там в вашингтоне из своей квартиры не выходя два или три года которые там находятся знает все про америку она все сми прошуршала там cnn нью-йорк таймс и вашингтон пост ну вот я начну что она вчера говорил вот предложение за предложением вы можете прослушать и посмотреть может быть я где-то ошибся и она говорит что значит там в вашингтоне в dc в дистрикт колумбии очень странно что карантин еще не ведет странно как-то она говорит там все ведут себя люди она имеет ввиду что этот трамп не ввел потому что он там там белый дом и конгресс но она не понимает одной вещи что трамп не может в вашингтоне в dc это отдельная часть он не может там карантин включить ну и в то же время одновременно она говорит что все рестораны закрыты все клубы закрыты спортзалы закрыты все закрыто только работают аптеки и продуктовые магазины как же не ввели карантин если все работает что вы подразумеваете под карантином вот в одном предложении сказал странно очень что трамп не ввел карантин хотя он не может вести карантин от штата с каждого зависит и в то же время говорит что все закрыто это все в одном предложении я считаю что это вот безграмотная безответственная даже может быть криминальная журналистика криминальная вообще-то она и приводит такой пример что следующем предложении приводит я все по предложению но немножко разбросано но я просто иду от предложения к предложению следующем предложении что в америке будет выплачиваться от 1000 до 2000 долларов людям которые страдают от этого карантина от ситуации сегодня вот в америке это делается а вот в россии это как плохо в россии очень плохо потому что там всего лишь будет 50 долларов ну в рублях и только там пожилым старикам пенсионерам и вот она говорит вот в америке столько-то тут столько-то и она сравнивает цены что бензин стоит в америке даже дешевле продукты чуть дороже но не настолько не не в 40 раз соцены послушайте карина вы с одной стороны продвигаете такого как обама это ваш любим который предлагает социальные пакеты как и сэндерс примерно он тоже левак вот эти все левацкие вы говорите вот это правильно что должна быть бесплатная медицина для всех это вашего обама керман придумал что это очень здоровски что должно быть бесплатное обучение людей что должно быть без там жилье доступное всем поэтому в россии платят 50 долларов потому что в россии медицина бесплатная там все бесплатно идите к любому врачу которого вы хотите вас будут лечить у вас там образование бесплатное вы явно где-то учились бесплатно вот этой журналистике или юриспруденция не знаю как вы учились так же как и остальные там все бесплатно жилье там вообще тоже совсем недорогое бесплатное вот в хрущевке вам вашим родителям или там вашей бабушке с дедушке дали квартиру там бесплатно что же вы хотите чтобы вам еще еще 2000 долларов давали вы значит здесь вы там это хорошо что 2000 долларов дается вот здесь страховку надо покупать здесь надо за обучение платить против которого выступает а здесь у вас все бесплатно но вам мало дают вы уж туда или сюда вы уж или крестик снимите или трусы оденьте не работает так и так вы все время хотите быть на правой на гуманной стороне всегда хотите быть на педестале так не работает ну потом я скажу что неприлично себя карина я не хочу говорить что я там старше вас что я вас буду учить манером но когда вы говорите что сенатор ран пол заразился коронавирусом его отец говорил что это все придумано хокс причем тут он его отец даже товарищ сталин говорил что сын за отца не отвечает вы смеетесь при этом вы улыбаетесь вы довольны у вас такое довольное лицо ну как будто как будто вы лотерею выиграли какую нобелескую время человек заболел так заболел может быть даже очень опасным вирусом из-за которого сегодня во всем мире паника вы радуетесь этому ничего нечему тут радоваться ваша тоже любимца госпожа клинтон очень радовалась когда мы убили а сама бен ладена очень она радовалась прям прыгала и хлопала в ладоши хотя мы все военные стояли нечему тут радоваться дура убили мы еще кого-то убили убили его окружение и нас убили чё ты радуешься радуется ну и потом вы конечно даете отличный совет следующее вы пьете что-то я не знаю что вы пьете но перестаньте это пить что насморк это не симптом коронавируса кашель симптом коронавируса карина вы где вы взяли эту информацию кто вас этому научил насморк тоже может быть симптом коронавируса и кашель может быть а в основном людей вообще говорят нет никаких симптомов допустим у принца чарлза который сегодня заболел определили что у него коронавирус у него симптомы очень легкие его он имел общение со своей мамой королевой 90 там лет с чем-то и со своей женой у них нет коронавируса никто не знает никто еще понять не может какие симптомы что это делает вернется он летом не вернется что вы чепуху говорите вас тысячи людей слушают по эхо москвы слушают вы дезинформируете людей он у вас может быть тоже ну и вы конечно обвиняете трампа что он разогнал всех врачей со своей команды и все врет оставил только бизнесменов это неправда это вранье он не разогнал никаких врачей белом доме есть врач которые тоже его советник помимо того что это его личный врач у нас есть главный хирург америки который выступает все время и говорит и говорит да он должен поправлять трампа иногда иногда трамп говорит одно потом другое меняет мнение ничего страшного для этого есть лидеры которые меняют мнение а не как путин что он сказал мнение уже никогда не поменяют это и есть лидерство когда ты можешь признать что может быть это сначала выглядело не так теперь выглядит так появились новые сведения появились новые обстоятельства концепция изменилась это не значит что человек врет врете в этом случае вы и только он слушает бизнесменов ну и вы конечно говорите он слушает только бизнесменов поэтому он хочет вернуть все всех на работу всех обратно и чтобы все работали он хочет он говорит я хочу чтобы все вернулись были как и часто у меня были споры с этим с екатериной катрикадзе вы или не знаете английского или вы не понимаете культуру американскую или вы просто занимаетесь вредительством я думаю что это может быть комбинация всего трех это я катерине катрикадзе говорил несколько раз потому что трамп такого не говорил трамп не сказал альмонты скал там скал аудлайк то я хотел бы чтобы все вернулось к пасхи чтобы кваски уже вышли люди на работу чтобы экономика опять заработала но вы это переводите как я хочу чтобы это было он сказал не я не хочу он сказал я хотел бы разницу понимаете лингвистическую я не лингвист я не журналист но я слушаю что он говорит а вы переводите так как вам нравится так как катя катрикадзе делала часто и повторяет до сих пор что он построил большую красивую стену нет большую большую прекрасную стену некрасивую beautiful это некрасивая но что поделать мне думаю вас не перевоспитать и переучить просто вы какая-то у вас другая цель вы также говорите ну теперь вы переходите экономисты великий я не великий экономист я даже может хотя у меня есть MBA я закончил на MBA но я себя не считаю экономистом я знаю что такое supply demand но примерно на этом этот уровень как у меня и медицинских знаний так и бизнес бизнесовые знания но я даже знаю что то что вы сказали в следующем проявлении что США экономически не пострадает просто включит станок и напечатает еще деньги так не работает экономика экономика так не работает в этой ситуации пострадают все кроме может быть Китая но пострадают экономически все и Америка не включит машины не напечатает деньги да будут созданы государственные облигации которые любят покупать все остальные не покупайте потому что доверяют американской экономике ту которую вы хотите разрушить говоря что Трамп это делает нарочно даже ну и теперь конечно вам трудно выиграть это лекарство которое используется против малярии альбатс вообще не там был вирусолог который предложил если у Лидии оно есть то принимайте его профилактически хотя это я вы говорите что Трамп сказал что ну вот все мы нашли такое лекарство надеюсь оно сработает теперь есть шанс да это не он придумал это ученые это врачи это вирусологи говорят что есть шанс что это лекарство похоже помогает у людей у которых сильные симптомы у которых сильные страдают от коронавируса в комбинации с эпидромайсом с антибиотикам они пробуют это это должно пройти тестирование это должно пройти научное исследование на это должно писаться диссертации это не все просто так делается ну и вот что Трамп объявил что да, он объявил что есть возможность такая и теперь люди страдают один человек даже умер потому что Трамп это сказал он пошел принял это лекарство и умер.птом.ж.Отек это отрава и еще в Никарагве какие-то люди от этого пострадали потому что Трамп сказал Вот вы обвиняете Трампа, что он в принципе убил людей, говоря о том, что может быть есть такой вот шанс. Во-первых, кто там умер в принятии этого лекарства, я не знаю. Может быть и умер. Где они взяли это лекарство, хлороквин? Кстати, вы, говорит, постарайтесь, хлороквин. Куайнайн, по-моему, еще есть такое имя у него. Оно без рецепта не выдается. Это должен выдать специалист-врач, выписать это лекарство. Так что тот, кто его принял и помер, наверное, был не совсем в себе один человек. А что они в Никарагу делают, извините, я не знаю. Не в Никарагу, а в Нигерии. В Нигерии вы сказали, что там люди стали принимать это лекарство и тоже мрут от этого. Но Трамп не говорил его принимать. Трамп говорил, что есть шанс, что может быть мы нашли. Вы уже его обвинили в убийстве людей. Зачем вы это делаете? Зачем вы вносите раскол и злобу в мое общество, в мою страну? Я не понимаю этого. Потом вы говорите, что американские власти не одобряют это лекарство. Какие власти американские не одобряют? Вы понимаете, что в Америке есть процесс. Есть система, называется FDA, Федеральное лекарственное агентство, Federal Drug Administration. По-русски, наверное, я перевел это как Федеральная лекарственная администрация, которая должна разрешить продажу этого лекарства, разрешить комбинацию, разрешить, чтобы вот это лекарство против малярии можно было использовать против коронавируса. Оно еще это не разрешило, оно должно пройти испытания, оно должно пройти, что у нас называется, double blind testing. Много чего оно должно пройти на животных, на людях, на волонтерах. Перед тем, как вы начнете травить весь мир. В Америке это очень сложная процедура. Кстати, ее усложнил ваш любимый Обама. Поэтому у нас нет тестов, нет тестирования. Это его идея была, что это может делать только CDC. Опять же, организация, которая занимается болезнями, заражениями разными. Это он создал вот эту всю бюрократию, с которой сейчас борется Трамп. Ну, вы обвиняете Трампа, что он врет, что тестов этих нет, потому что они были, те, которые были сделаны при предыдущей администрации, и они были не хорош, не делали правильное тестирование. Это была государственная схема. Потрачены миллиарды долларов на это. Но вы обвиняете в этом Трампа, что он разогнал их, и теперь этого нет. Он их разогнал, потому что они нихрена не делали. CDC это должны делать в университетах, это должны делать в частных компаниях у нас в Америке. Это не Рогозин, который управляет всем, что не работает потом. И вот это вот вы продвигаете, обвиняя Трампа в этом. Да. Значит, также вы говорите, что вы знаете, что в комбинации Клороквин и Зитромайсон три дня лечения против простуды. Катерина, я не знаю, где вы заканчивали медицинское образование, вы получали, но Зитромайсон, это основанное на Эритромайсоне лекарство, которое принимается три дня по одной таблетке. Это против бактерий, бактериальных болезней. В основном во флоте у нас это используется для лечения трихомоноса. Ну, чтобы понятно было людям, от трипера. Матросам его отдавали, когда они заражались венерическим заболеванием трипера. А вы говорите, что лечат простуду. Простуда не лечится. Простуда тоже вирус. И когда вы говорите, что... Вот если протестировать всех людей, тех, которые заражены, их изолировать, и тогда вирус убрет. Опять же, я не знаю, где вы получаете свое медицинское образование, но я думаю, что у меня тоже оно не такое великое. Ну, что там элементарные вещи надо знать. Вирус не живое существо. Оно уже мертвое. Поэтому оно не умрет. Оно уже мертвое. И антибиотиком вы его не убьете. Антибиотиком можно убить бактерию, которая может после вируса появиться в человеке, как воспаление легких. От чего умирать. Поэтому вы не знаете. Вы говорите вещи, о которых вы абсолютно ничего не знаете. Вы дезинформируете людей. Вы не знаете, что никто не знает. Никто ничего еще понять про этот вирус не может. Вот королева Англии не заразилась. А ее сын заразился. Они имели. Она старше. Вы говорили раньше, что там... Это не вы, это... Катрикадзе говорила, что только пожилые люди заболевают этим. Вы несете тысячам людям дезинформацию. Ну, потом включился... Ну, и Трамп врал про бесплатные тесты. Он не врал, вы его обвиняете. Он говорит, что их нету, их недостаточно. Те тесты, которые были сделаны при Обаме, при его схеме, то вот что и получилось. Дело все в том, что ваш любимый Обама создал Обама Кер. С этим Обама Кер страховка не покрывает это тестирование. Что это значит? При Обаме Кер средний человек должен потратить 7 тысяч долларов перед тем, как страховка включится. Я сейчас не буду во все эти детали влезать. Но чтобы человеку сделать при Обаме Кер такое тестирование, ему бы стоило тысячу долларов. Но не пойдет никто, у которого еще симптомов нет, или что-то идти делать этот тест. А тестов еще недостаточно. Потому что они тоже должны пройти через FDA. Вот это федеральная администрация по лекарствам. И это занимает очень долго. Опять же бюрократию, с которой борется Трамп. Трамп сказал, что тестирование будет бесплатно для людей. Потому что с этим Обама Кер люди не могут себе позволить это делать. И вот это вот ваш любимый Обама, а виноват во всем Трамп. Обама, который видит вперед, который будущий, президент будущего вы его называете. А Трамп это президент, который ничего не соображает. Куда я хочу вам сказать, что вы не правы. Вы до точности кверх ногами все это преподносите. Из-за чего? Из-за незнания, из-за игноранс, из-за нехватки понимания американской культуры, американских систем. И вам легче оскорбить 60 чем-то миллионов американцев, которые проголосовали за Трампа в демократических выборах. Что они идиоты. Ну, потом включился такой человек по фамилии Шкляров в эту программу. Который тоже, видимо, недавно в Америке, но может только сравнивать это с собой, со своим понятием, со своим опытом. И это во основном все люди так делают. И он говорит, что вот школы закрылись там, где он живет в штате Вирджиния, недалеко от вас. Школы закрыты. Карантин включен. Что вы называете, не карантином, конечно. И он не понимает, как это будет со школами, потому что оставят ли детей на второй год, или как-то будут учить дистанционно, он не понимает. И боится, что вот в Советском Союзе было такое, что человек, который оставался на второй год, это была большая стыгма такая у него. Это было, на него смотрели с презрением. Но я не понимаю, тут получится так, что или на второй год оставят весь класс, всю школу, или будут учить дистанционно. Поэтому стыгмы тут на каких-то отдельных детей не должно быть. Поэтому я не понимаю, о чем он говорит. Во-вторых, он никогда, видимо, не учился в американских школах. Я учился, я закончил американскую школу. У нас тут так, по его понятию, класс вообще-то нету. Потому что, допустим, я ходил, так как английский для меня был сложный, я ходил, допустим, я учился в 10 классе. Но на уроке английского языка я ходил в 9 классе в основном. Дети ходят из других классов в другие. Дети, которые в 9 классе сильнее в математике, они идут на урок сильнее. На этом уроке могут быть дети и с 11 класса, и с 8 класса, и с 10 класса. Зависело от ребенка, понимает он или не понимает. У него есть к этому расположение, к математике или нет, или к географии, или к английскому языку, к литературе. Я, например, ходил в такой класс, где в основном было дети помоложе меня в этом классе. Потому что английский мне давался сложно. Я вообще не лингвист. Мне математика больше, химия. Такие науки мне давались. Там я ходил в классы, где ребята были постарше меня. Поэтому никакой стигмы на второй год в Америке нет, чтобы ты остался. У нас нет вот этого класса. Двоечник и отличник маршируют одним классом от 1 до 10 класса. Все вместе, все хором, все под полубокс, все в одних и тех же обмусоленных серых костюмах, зашмыганных. И все идут, вот хор в рот и идет вся в ногу до 10 класса. То, что ты отстаешь, это не важно. То, что тебе скучно сидеть, потому что ты слишком умный для этого класса, тоже никого не чешет. О чем вы тогда говорите? Вы все сравниваете под себя. Ну и потом, конечно, Катерина, ваша гениальная еще, ну вы гениальная женщина, я даже не могу ничего сказать. Вы сказали, что да, люди продолжают бегать по Молу в Вашингтоне, очень много бегают люди там в Америке. Вы считаете, что это плохо? Это неправильно, потому что они могут там потеют, и в общем они могут заразить еще кого-то. Вы решили, что плохо бегать? А я считаю, что бегать хорошо. Бегать это делает людей сильнее, иммунитет у них сильнее. Они меньше болеют, человек становится. Но вы уже против бега. Вы там сидите лучше, и каждые 20 секунд что-то пьете. Перестаньте это пить, если бегать плохо. Ну, эконом... Да, ну вот это вообще гениально, что Шкляров сказал. Он сказал, что Трамп экономику поднимает и волнуется из экономики, потому что это для него лично. Это он делает лично для себя. Потому что если экономика будет сильной, то он выиграет выборы. Это он делает лично для себя. Поэтому он не переживает за это, коронавирус или еще за что-то. Остальное у него главное, чтобы упадать в экономику. Вы нормальный человек? Я хотел спросить вас, господин Шкляров. Трамп делает... Может быть тогда и Трамп и усиливает армию лучше? Потому что армия же будет защищать его бизнесы. Америка тут ни при чем. Что тут? Люди работают, люди зарабатывают. Уровень жизни очень высокий. Вы приехали в Америку из-за этого? Что здесь получше? Да? Хоть и нет бесплатной медицины. Хотя для вас она есть наверняка. И вот вы говорите, что Трамп это все делает для себя лично. Он поднимает экономику, потому что это ему лично выгодно. Он выиграет выборы тогда. А вы хотите, чтобы он экономику разрушил и не выбрал выборы. Поэтому вы готовы, чтобы уничтожить всю экономику Америки. Вы будете голосовать за того, кто будет уничтожать экономику Америки. Потому что он делает это не для себя. И это невыгодно. Но это бред. Это бред. Я не знаю, как у человека может вот эти все вещи складываться. Наверное, как и у Карины. Что карантина нет, но школы закрыты. Университеты закрыты. Рестораны закрыты. Все закрыто. Но карантина нет. И странно это очень. Вам тоже странно, что человек, президент, хочет поднять и создать сильную страну. Но это делает лично для себя. Потому что он выиграет тогда выборы. Интересно. Ой. Я даже не знаю, что дальше говорить. Ну, вакцина. Опять же, Карина говорит, вакцина уже должна быть сделана и ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения. Это ООНская Организация. Дебильная Организация. Как и все остальные ООН. И вот они должны, а вот американцы тормозят. Да, потому что у нас есть это FDA, Федеральное Агентство по Лекарствам. Мы должны все равно будем это использовать. Вы не можете идти и всех заразить инфекцией от вакцины. Вакцина это та же инфекция. Это тот же вирус. Чтобы выработать антиболиз. И вы говорите, пойдите, а если люди умрут от этого, если люди пострадают от этих вакцин. Вакцина это очень опасная вещь. Поэтому очень сложно следить за этими организациями, которые создают или изучают вакцины. Потому что они могут и так же разрабатывать бактериологическое оружие. Вы говорите, нет, ну ВОЗ сказал, чего нет. Ну и это, Обама это президент будущего, Трамп это вообще кретин, идиот, который ничего не понимает. Но этот ваш президент будущего, он говорил, что американская экономика никогда не будет больше 2% расти. Где Трамп возьмет эту палочку волшебную, где-то Трамп взял эту палочку. Вот этот президент будущего не мог предсказать. А Трамп это сделал. И даже до 4% выросло. В 2 раза больше, чем то, чего не обещал. В 2 раза больше того, чего обещал Обама, не может быть. Это ваш президент будущего. Ну и, конечно, конечно, знаете, есть такая российская поговорка. Слышал звон, но не знаю, где он. Вот я, например, такой человек, я слышал звон, но я не знаю точно, где он. Но я хотя бы слышал звон. Вы даже звона не слышали. Вообще. Вы говорили о Иран, договор, который отменил Трамп с Ираном. Я ходил, лоббировал это в Конгрессе, чтобы этот договор не подписывали. Эти все конгрессмены и сенаторы в Конгрессе, в Сенате, демократы, они даже его не читали. Они даже не вникли, о чем он. Но Обаме надо было его протопнуть. Вот. Он как Чемберлен приехал и сказал, вот, я вам принес мир с Гитлером. Привез он мир с Гитлером. А Чорчилл сказал, вы получите ни мира, ни чести. И вот вы тоже, точно так же Обама. Вы даже не знаете, о чем этот был договор. Что в него входило. Я знаю. Знаете, почему я знаю? Я чуть-чуть в теме. Потому что я как раз занимался инспекциями. Я провел несколько десятков инспекций по контролю и уничтожению ядерного, биологического и химического оружия. Я был командиром миссии. Mission Commander называлась моя должность. Я был командиром вот этих миссий, которые были посланы заниматься и следить за этим. Проверять, что детант работает. Что уничтожается это оружие. Ядерное, химическое, биологическое. Вы знаете, что в том, где Обама написал вот этот его договор, который Трамп отменил. Это то, что Иран будет сам себя инспектировать. Нормально? Это было подписано. И вы говорите, что этот президент будущего. Еще там 120 миллиардов или сколько дал Ирану в налички. Это им террористическое правительство. Вы говорите, что вот этот президент будущего, а Трамп идиот. Вы даже звона не слышали. А комментируйте тысячам и тысячам людям про это. Ну вот отношение к своему же народу у вас тоже. Ну конечно, вы уже выступаете за весь американский народ. В следующем предложении вы сказали, что Трамп потерял контроль и доверие народу. За весь американский народ. Трамп потерял... Откуда у вас такая информация? Опять CNN? New York Times? У Трампа рейтинг сейчас растет. Ни у кого такого рейтинга к концу их первого президентства не было высокого, как у Трампа. Трамп стал с низким рейтингом и вырос у него у всех до точности наоборот. Но вы можете говорить за весь американский народ. Трампу народ не доверяет уже. Весь народ. Американский Трампу не доверяет. Я, например, не народ. Хочу сказать, что я народом американским был намного раньше, чем вы. Наверное, вы еще не родились, когда я уже был американский народ. И все мое окружение такое. Ну и это показывает, конечно, отношение вас к своему народу. Вы сказали, что когда-то лет 10 вы попались в Склиф. Склиф, я так понимаю, это больница Склифосовского. И это, конечно, был там ужас. Она была как деревенская больница. Как где-то в деревне. Значит, в деревне это нормально у вас. В русской какой-нибудь деревне в такую больницу это нормально. А вот в Москве, конечно, нет. Вы же москвичка. Или там Питер. Там нельзя такую больницу иметь. Вот это отношение к своему народу. Да это какая-то деревенская больница. В деревне это нормально. Вот в Америке. Вы представляете себе, что так сказал кто-нибудь? Да, там... В каком-то городе больница совсем... Она такая же больница. У нас везде больницы. Да, есть институты огромные в больших городах. Ну, больницы в любом городке маленьком в Америке должны по таким же параметрам, по таким же законам действовать, как и все остальные больницы. У них, может быть, ничего нет. Тогда они должны перевести в ту больницу. Но все процедуры должны проходить одинаково. Лечить всех должны. Квалифицированно. Ну, это ваше. Ну, и... Конечно, вы сказали, что вы не понимаете, почему там за Путина. Наверное, даже в Москве, где живут люди продвинутые. Значит, в Москве продвинутые, а все остальные в стране непродвинутые. Вот это отношение у вас к своему же народу. Поэтому я не удивляюсь, что у вас такое отношение, тем более, к американскому народу. Я бы, опять, я не помню, уже сказал, я бы... Если бы это был любой блогер какой-нибудь, я бы не обратил внимания. Я бы просто плюнул. Но так как у нас была все-таки совместная передача, после чего вы не захотели больше со мной встречаться, я бы думал, может быть, вот так я сделаю. Потом у вас... Вы представитель Эхо Москвы. Может быть, вы аккредитованный здесь иностранный агент. Может быть, вы здесь по политическому убежищу. Я не знаю. Я не могу этого понять. Да и мне и все равно. Но вас слушают тысячи и тысячи людей. Может быть, даже миллионы людей в России и вообще русскоязычного мира. И вы несете вот каждое предложение, что в вчерашней вашей программе было, или неправда, или искажено, или выдернуто из контекста, или просто вредительство. Ну, ни одного нету, с которым бы я был согласен. Ни одного. И причем это элементарная вещь. Ничего сложного тут нет. Ну, вот поэтому, господин Венедиктов, не обижайтесь, когда в сетях вас все время обвиняют, что у нас говорят, не в неуставных отношениях с вашими молодыми журналистами. Ну, потому что, ну, видно, что это не тот калибр, как бы сказать, журналистики. Ну, и самое главное, самое то, что мне понравилось больше всего, это заключение, которое Карина вчера сделала в своей передаче. Она сказала, что она хотела бы, чтобы был президентом хороший человек. Вот хоть один раз. Ну, последний там, может быть, Горбачев был. Ну, Обама, понятно. Но она хочет, чтобы просто хороший человек был президентом. А потом она говорит, ну, конечно, лидер, президент, хороший человек, это не должность. Нет такой должности, значит, хороший человек. Но она хотела, чтобы был просто добрый человек. Добрый. Чтобы лидер был добрый. Чтобы он всем угодил. Чтобы со всеми было. Чтобы все мы взялись за руки, пели кумбая. Это такая, это вот такая вот. И хочется такого, да. Я даже не знаю, как аргументировать это. Потому что я с ней полностью согласен. Полностью согласен вот на этом одном. Я считаю, что мы все добрые люди. Мы все должны собраться вместе. Все добрые люди. И убить всех злых людей. На этом я хочу сказать. Капитан Юра всем желает легкого карантина. Заниматься своим здоровьем. Бегать, отжиматься. Есть хорошую пищу. Заботиться о своих близких. Соседях. Своих родных. И не падать духом. Капитан Юра. Over and out.